Позапрошлым году, 23 октября в Сепанге, после трагической аварии на треке, жизнь марка Симачели оборвалась в 24 года. В тот же день закончилась история парня, пилота, который долгое время бросал вызов, идя к своей мечте. Но именно эта история начала становиться легендой. Для Марка страсть и эмоции были превыше всего. Он отвечал улыбкой на любые трудности. Ему удавалось совмещать безрассудную жизнь на трассе и обыденную жизнь за ее пределами. Утешение для нас знать, что Марка делал то, что ему нравилось. Он был счастлив. Он был на самом деле счастлив. Поэтому я хочу сказать, что мне незачем плакать. И думаю, его маме тоже. Единственная проблема — это то, что его не хватает. Его слишком не хватает. Сейчас бы мы поступили точно так же, даже зная, что все закончится так, как случилось. Такому парню, который так сильно любил жизнь, было посвящено грандиозное спортивное прощание. Такое, которое прежде никто не видел. Минута шума. Около ста мотоциклов, которые ехали по трассе, гривут, газуют, издавают при этом звук. Любимый звук — сика. Кевин Шванц вел мотоцикл Марка. Именно Шванц был главным героем его детства. Футболка с номером 58, номером Сика, была на плечах Валентины Руси. Еще один герой для Симончелли. Идол, с которым Марка посчастливилось познакомиться и стать друзьями. Валентино был рядом с ним в трудные моменты жизни и на трассе. И по фатальному стечению обстоятельств, словно злая шутка судьбы, оказался рядом в последние минуты жизни. Какая неудача. Именно я должен был оказаться там в этот момент. При этом он был моим другом. И все же для меня было нереально что-либо исправить. Поэтому все же понимаешь, что ты не мог ничего сделать. К сожалению, не повезло. Случилось несчастье. Несчастье. Это как трагический эпический конец, единственный верный для такого романтичного героя, как Марка Симончелли. Марка влюбил себя из-за скорости, подарил свою храбрость. На похоронах Кориана были все, тысячи людей, которые хотели сказать просто спасибо и которые хотели попрощаться. Вся страна смотрела его похороны по телевизору. Такое бывает только с главами государств и им подобным. Или как с национальными героями. 25 тысяч людей и огромная очередь через весь город. В ожидании того, чтобы прийти попрощаться с Марка и побыть рядом только одно мгновение. Все это дало мне понять, что этот парень совершил какое-то чудо. Это было очень грандиозно, скажем так, немного удивительно даже для меня. Я знал, что у него было много фанатов, которые его обожали, но реакция людей была невероятной. Не думал, что Марка был настолько популярен. Я не понимал, возможно, насколько люди его любили. Возможно, он был некой моделью жизни для многих молодых людей. Тогда я на самом деле понял, насколько весь мир его любит, насколько весь мир проникся его простотой, его сообщениями, которые он писал. Я скажу только то, что Марка посвятили трассу Мизана. Такого раньше никогда не случалось ни с одним дочком в Италии. Такого, как Марка Симончелли, никогда не было. И кто знает, когда мы снова увидим такого, как он. Чемпион, который никогда не забывал о том парне, который находится внутри комбинезона. Семья, ценности, простые вещи. Марка Симончелли был таким. И, может быть, поэтому раз за разом ему случалось привозить свою бабушку, чтобы показать, как работает двигатель. Иногда он ездил за своей бабушкой и привозил ее в гоночный отдел, показать ей, как устроена работа в боксах. Это находилось в нескольких километрах от его дома. Один раз они приехали вместе, и он сказал, «Бабушка, пойдем, я тебе все покажу». После чего посадил ее в центре нашего отдела и сказал, «Вот здесь делают мотоциклы для меня». Самое большое сожалению, что мы не провели достаточно много времени вместе. И многое они успели сделать из того, что хотели. История Марка Симончелли, как простого парня и гонщика, едина. Сложно сказать, какая из историй началась первой. Потому что стресс к мотоциклам маленький Марка получил с малой матери. Его отец Павло, как многие Эмильяна Романдьоли, фанат моторных видов спорта. Не успел он научить сына ходить, как увидел его первые круги на двух колесах. Пока это был только маленький велосипед, но маленький Марка уже имел ясный план своего будущего. Когда ты станешь большим, Марка, чем ты хочешь заниматься? Хочу ездить на мотоцикле. Что ты хочешь делать, Марка? Хочешь ездить на мотоциклах. Тебе очень нравится. Когда Марка достиг возраста, в котором многие дети начинают заниматься спортом, я не отвел его на фортепиано. Я повел его заниматься в мини-мото. С того момента Марка не хочет больше расставаться с седлом мотоцикла. В 8 лет он уже выступает за свою первую команду, Тима Пассини. Маттия, товарищ по команде, с которым Марка разделяет свою старсть к мотоциклам и соперничествам. С этого момента начинается великолепный период суеты, происходящей вокруг. Я слишком большой, чтобы рассказывать об этом. Это меня тоже касается, поэтому не могу. Мы вставали на заднее колесо на велосипедах и гонялись так. Или устраивали такие приключения, как спуски по гравию, дрались. Все эти шутки стали знаменитыми. Они остались на все времена. Например, когда мы оказались сзади повозки, на которой было написано «Внимание перевозка гоночных лошадей». И мы ехали за этой повозкой. И Марка сказал, «Маури, ты же должен написать сзади «Внимание перевозка гоночных детей». Марка в последнее время, когда говорил о разных случаях, замечал, как же быстро пролетело время. И, наверное, он был прав. Но для Марка самым главным развлечением было показывать шоу на треке. То, которое он показывал, когда вырос, и то, которое видно на этих кадрах. Решимость, с которой он атакует соперника в имя, вышитая на желто-черном комбинезоне, маленький Симончелли уже выступает как настоящий чемпион. Во времена Мини-Мото его называли «Страйк», потому что он разбрасывал всех. Уже с первого года гонок он сразу хорошо зарекомендовал себя. Начал подниматься на подиум уже после нескольких гонок. Марка Симончелли! И его желание победить было настолько огромным, что иногда он поднимался не на ту ступень. Это счастливые годы, беззаботные. Но для того, чтобы достичь завидной ступени, оставалось еще кое-что, на что нужно обратить внимание. Научиться искусству об гонах. Захватывающий как гол, молниеносный как удар в теннисе, точный как в трехочковой в корзину. Обгон – это мастерский удар, который решает, выиграешь или проиграешь. И как любое искусство, это дается через кровь и науку. Среди пилотов детей, занимающихся Мини-Мото, это еще очень сырое искусство. Вместе с тем, правда, в большинстве случаев гонки весьма предсказуемы, и первое и последнее место решается еще на старте. Но и для маленького Марка наступит день, в который он научится искусству великих гонщиков. С того дня гонки для него станут совершенно другими. До того момента Марка был рядом с тем импульсом, но не мог его превзойти. Он был в том же воздушном потоке, но у него не получалось. Марка, смотри, отсюда-сюда один сантиметр. Если ты подъедешь на это расстояние от соперника, с этой стороны, он никогда не сможет увидеть тебя, а будет продолжать ехать по своей траектории. Видишь, отсюда-сюда один сантиметр. Если у тебя получится достичь этого сантиметра, то полдела сделано, полдела. Потом надо быть очень смелым, чтобы пройти этот сантиметр. В какой-то момент у него получилось провести очень быстрый обгон. Он провел такой обгон в одном очень узком повороте. Он выждал нужный момент. Он не думал о том, чтобы пройти поворот, а только о том, чтобы обогнать соперника. Потом посмотрим, пройдем поворот, получится ли. Блок был снят. С того момента он уезжал ото всех. Он все еще маленький мальчик, который пачкался мороженым. Но на трассе больше никто не может его остановить. В конце сезона, в 12 лет, Марко Симончелли, чемпион Италии по мини-мотору. Я приехал первым, стартовал очень хорошо. И мне удалось оторваться. Повезло. Я приехал с хорошим отрывом. Через несколько лет после этого его смущенное улыбкое чистое лицо не раз будет появляться на телевизионных экранах итальянца. Но все по порядку. Мы подошли к 2004 году. Марко Симончелли, 17 лет. Прошло время с того дня, как он оставил мини-мотор и пришел в класс в 125 кубических сантиметров. Проблема в том, что в этой новой для него категории результаты сначала не приходили. И появляются опасения, что Марко будет середнячком. Единственное для него средство очень стараться. В нужный момент Марко настигает в одно очень дождливое весеннее воскресенье. 30 апреля мото-чипи приехала в Херес для проведения гран-при Испании. Дождь превратил трассу в настоящий бассейн. Среди молодых пилотов в классе 125 кубических сантиметров и многие бросят вызов асфальту на полной скорости. Впереди молодой австралийский пилот, на которого возлагаются большие надежды. Кейси, Стоуна. За его плечами один итальянец, который не боится никого и ничего. Марко Симончелли. Стоуна уехал далеко и оторвался от всех на 8 секунд. Марко стартовал в середине пилотона, потом начал отыгрывать и прошел всех. И за несколько кругов до финиша Стоуна не справился с управлением, потому что не то, чтобы шел дождь, было наводнение. Стоуна, как и другие 11 пилотов той гонки, финишировал подобным образом. Симончелли сейчас первый, остается еще три круга, и ему нельзя ошибаться. Марко, как бывалый пилот, выигрывает эту дождевую гонку. Можно недооценивать, но дождевая гонка, это на самом деле сложнейшие условия. Он подарил всем много радости. Было здорово, очень захватывающе. Вот он, так пришел день, который выпадает в жизни немногих пилотов, самых великих. Это день его первой победы, и Марко Симончелли, с лицом простого парня и легко узнаваемым акцентом, с этим интервью впервые с телеэкрана входит в дом всех итальянцев. Эти последние 3-4 круга долго не заканчиваются для меня. Я пытался сохранить свой отрыв от ребят, что шли позади меня. и видел, что понемногу они приближаются. Ты ехал на заднем, как ветеран на финише. Ну, в этом я достаточно натренирован. Он сказал мне, когда я гоняюсь, я ощущаю что-то очень особенное. Не могу тебе этого описать. Что-то непреодолимое, уникальное, что спрятано внутри меня. Еще без узнаваемых волос Марко Симончелли уже имеет свой выигрышный номер 58, который он больше не заменит, и уникальный псевдоним Супер Сик. Сик появилось после того, как на экране слева в списке пилотов появилось имя Сик. Было решено оставить Сим для Симона, а Сик для Симончелли. Это родилось как Супер Пипа, что произошло, естественно, в классе 125 кубов. У него был этот внешний вид, он был очень высокий, очень большой, немного сутулый. Он был немного беспорядочным. Потом у него были эти длинные руки, ноги, он походил немного на Пипа. От Супер Пипа до Супер Сика, перевоплощение Марко Симончелли, не было легким. Он был на много сантиметров выше своих товарищей, тяжелый, сутулый. Его данные, естественно, были совсем не для гонщика, но еще с детства, именно по этой причине он научился использовать эти суперспособности. Ему всегда было трудно и завесы. Это были десятые секунды, оставленные на дороге, которые нужно было преодолеть, сильнее входя в поворот, рискуя больше. И это объяснило также падения, которые были из-за риска. Он понял, что для достижения определенных целей не нужно искать оправданий, а необходимо искать проблемы для того, чтобы решать их и совершенствоваться. Идеальный тренажерный зал для того, чтобы заниматься маркой мед в двух шахах от дома, извилистые дороги, сплошные повороты, из которых состоит вся Эмилия Романия. Между ухабистыми холмами находится одно магическое место. Одно место, которое все местные ребята называют просто «карьер». Это трасса для мотокросса. По всем правилам они отрабатывали там разные элементы акробатики. Здесь родилось много чемпионов, но главное, родилась большая дружба. И прямо здесь Марка знакомится со знаменательным пилотом. Этот пилот – миф для всех местных ребят. Валентино Росси. Парень, который уже выиграл больше одного чемпионата. Я познакомился с ним там, с очень юным Сиком. Он быстро учился, и в последние годы в его карьере мы провели столько скандальных заездов, невероятных. Было столько боев на протяжении четырех-пяти лет. И были другие ребята, наши друзья. Очень быстрые, но в итоге спектакль устраивали мы вдвоем. Единственным, кому удавалось выиграть у Валли, был Марк. Они устраивали такие шоу, очень захватывающие. Но все же было здорово видеть их в такой борьбе до последней крови. После того, как все заканчивалось, мы уходили перекусить вместе. Валентино пристрастился к Марка, пристрастился как со спортивной точки зрения, так и с точки зрения дружбы. Когда он был, день сразу наполнялся, когда ты находишься с ним рядом. Он был как вулкан. Самое приятное было в нем то, что он был всегда позитивным, всегда улыбчивым и всегда любил что-то делать, любил пошуметь и увести тебя с собой. От карьеры до трассы Марка и Валентино продолжают тесно дружить, и их дружба крепнет в дальнейшем. Прямо в конце одной из официальных гонок юный Симончелли получает наследство. Один раз я выиграл, несмотря на желтые флаги, и поэтому это была, возможно, одна из самых красивых гонок. И были Сиик, и Учо, которые смеялись, и потом с подиума я бросил кепку и ее поймал, поймал Сиик. И тогда я сказал, может, когда мы вместе поднимемся на подиум, мы обменяемся своими кепками. С кепкой, как с амолетом, подаренным идолом, Марка продолжает свой путь к своей цели, стать пилотом-победителем. В 2006 году, в 19 лет, он снова переходит в другой класс. Он ездит за апрелью в классе 250 кубических сантиметров. Проблема в том, что также новый класс оказывается сложным и неукротимым. Серия падений, позиции далекие от лидирующих. Это был очень трудный период для Сика, потому что он перешел из 125 кубов, где он выступал сильно, но все же чемпионат выиграть ему не удалось. Он был слишком тяжелым для 125, он был в невыгодном там положении, ему бы не удалось выиграть чемпионат. И таким образом он переходит в 250. Предполагалось, что теперь на более мощном мотоцикле он сможет показать, на что способен, но все складывается не в его пользу. И действительно, первые годы ничего не получается так, как хотелось, даже отношения с командой. И впервые с того момента, как он начинает раскупать, Марко теряет команду. Катрилия Джилера под руководством Рассан Ламбраци, главным инженером Валентина Роси. Это был самый плохой момент. Настал конец сезона, у нас двухгодичный контракт с апреля и вдруг раздается звонок, нам говорят, смотрите, у нас есть хорошая и плохая новость. Плохая новость, что мы снимаем у вас браться и официальный контракт. Хорошая новость, что мы продлеваем с вами контракт на год. Мы приняли эту ситуацию, надеясь на то, что потом они заплатят за это. Парень, который научился использовать суперспособности, этот вызов не испугал. Но, как любой супергерой, он знает, чтобы справиться даже с самой трудной ситуацией, нужно иметь особенного помощника, который обычно приходит в самых разных ситуациях. Со мной связался Паула, спросил меня, если я могу, соглашусь ли стать главным инженером для Марка. Да, с удовольствием. Новый инженер Марка Симончелли это старый друг Алиджи Деганелло, с которым они познакомились во времена, когда Марка гонялся в классе 125. Испытание старой дружбы в фотографии, где они запечатлены в Рио-де-Жанейро втроем. И как будто эта фотография, сделанная несколько лет назад, способна изменить будущее. Но все же, если рассматривать ближе, это фото отслеживает еще одни особенные отношения, отношения Марка со своим отцом. За многие годы мотогонок Пауло Симончелли никогда не отсутствовал ни на одной гонке сына. Отец, это его первая тренировка, с кем он провел первые соревнования. Поэтому, по моему мнению, отец Паула был своеобразным тренажерным залом для Марка. Пауло был всегда, что бы мы ни делали, Пауло всегда был рядом. И Сик всегда ездил на гонки вместе с отцом вдвоем, поэтому их отношения были как бы между братьями. Неразлучно. Впоследствии Симончелли бросил работу, чтобы везде ездить с сыном. Особенные отношения, которые были только у них двоих в мире двухколесного спорта. Случай, о котором все говорят и спрашивают у Марка. Ты много рассказываешь о твоем отце в книге. Какие у вас отношения? Ну, скажем, что у нас хорошие отношения, мы друг друга понимаем. Естественно, иногда бывают пять минут истерики. У тебя ли, у него? Ну, немного у обоих. И потом, иногда, когда он говорит мне некоторые правильные вещи. Знаешь, как, даже если я понимаю, что он прав, то хотя бы, чтобы не удовлетворить его, говорю наперекур. После этого он приходит в ярость. И если я не потороплюсь, то могу схватить пару пощечин. Мне всегда было до смерти смешно, когда он ругался со своим папой, потому что иногда они ругались просто дико, до такой степени, что создавалось ощущение, будто папа его скоро ударит, но он никогда так не делал. Вы видели, какой пал степь большой, а палу еще больше? Иногда бывало, что я даже пугался, когда они ругались, но весь наш гнев продолжался не более двух минут, все быстро заканчивалось. В общем, как и во всех тесных отношениях, ругаются для того, чтобы потом помириться. Перед каждой гонкой оба Симанчели посвящают несколько минут сами себе. Когда он готовился и переодевался, это были прекрасные моменты. С одними и теми же ритуалами он надевал сначала левый бот, потом правый. Это не была суеверность, но можно сказать и так. Марко называл это одевание, всегда шутил над этим. В этой небольшой литургии присутствовали все его отец, друзья и невеста Кейт. Марко находит силу и верную безмятирность, чтобы посвятить себя гонкам. Когда Кейт была на Гран-при, это была Кейт, которая просто девушка с зонтиком. Марко не мог этому изменить, это была ее роль, и все. Он так чувствовал себя спокойнее. На мой взгляд, он был спокоен. Он всегда был спокоен, когда рядом с ним были те, на кого он мог рассчитывать. Так, когда в команду вернулся старый дух Алиджи Деганелло, все наконец стало на свои места. Марко Симончелли теперь должен думать только о том, как ему снова перевопотиться Супер Сика. Даже несмотря на то, что у него не было лучшего мотоцикла, потому что из-за странных игр в апреле официальный мотоцикл у него отняли и не хотели больше давать. Насчет этого мы никогда не беспокоились. И это была хорошая тактика, потому что без того, чтобы думать о других, мы думали о том, чтобы развивать то, что у нас есть, и выступать на максимуме. И эта тактика в конце сезона начала срабатывать. Марко действительно едет быстро, как пилот на официальных мотоциклах. И несмотря на это, в апреле остаются равнодушны. Действительно, в начале нового сезона Симончелли пролете касаемо заводского мотоцикла. И в таком случае Марко ничего не остается, кроме главной стратегии продемонстрировать, что пилот важнее, чем то, на чем он ездит. Верный случай происходит 1 июня 2008 года Муджелло. На таком быстром треке никто не ожидает, что Марко и его мотоцикл могут выиграть. Все взгляды направлены на Львару Баутисту. И кажется, они правы, ведь он на его заводской апреле сразу занимает лидирующую позицию в гонке. До того момента, как после 4-5 кругов Баутиста терпит неудачу. Баутиста теряет контроль над мотоциклом исходит с трассы. Теперь Симончелли первый. Но сзади был Барбера, который тоже был на заводском мотоцикле. И он был очень сильный. У Барбера супер мотоцикл, но у Симончелли есть супер сил. У Барбера не получилось использовать все превосходство. Испанин съехал очень быстро на длинных прямых. Когда он его проходил, он как будто подстегивал его. Но на каждом повороте пунктуальные Симончелли догоняют и обходят его. Я ловил каждый удобный момент, чтобы обойти его на длинной прямой. Таким образом, я мог проходить повороты спокойнее. на последнем на последнем круге Марко понимает, что у него есть последняя возможность выиграть гонку. Чтобы защитить свою позицию, он не оставляет ему возможности обойти себя. Поэтому он отклоняется в правую сторону. Марко сдвинулся в одну сторону, чтобы помешать мне его атаковать. Но его рука коснулась тормоза моего мотоцикла. Он не понял, что я иду рядом. Тем самым, он спровоцировал мое падение. Помню, что никогда в жизни я не злился, как в тот день, потому что я знал, что на таком быстром мотоцикле я мог бы выиграть. И все же Сиг сделал это не специально, потому что он так или иначе шел впереди и, думаю, что он его не увидел. Он знал, что естественно для достижения своей мечты он должен был идти на пределе своих возможностей как пилота. Пилота. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok